Мы начнём тогда, если люди пойдут по интересным темам. Я думаю, они немного выделяют и, конечно, войдут. Меня зовут Сергей Михайлов. «Живые обои» — это моё хобби, которыми я занимаюсь уже на протяжении более года. Собственно, хотел поделиться тем, что это вообще такое, потому что зачастую иногда разговариваю с обработчиками, и они, мягко говоря, дали понимать, что происходит, как появились, какие нюансы бывают. Ну и расскажу о том, в чем можно на этом зарабатывать и какие бывают конкурсы. Я вообще, когда готовил деклард, решил зайти в топ новых приложений в бандах, в бесплатных, в белых обоях. И зачастую встречаются какие-то браунтеры, полнапрошеры и так далее, виджеты батареи в GT Pro. Вроде бы это живые обои, но на самом деле они используются для того, чтобы привлекать какие-то другие приложения. Потому что войти, допустим, в ранжирование в этой категоре гораздо проще, чем войти в ранжирование в более крупной категории. Ну, как бы это, это как дополнительное их назначение. В целом, это некая такая картинка, которая всегда видно на фоне. Какие-то есть иконки, и она как-то анимирована. Может быть статична. Есть определенные кофейсы стандартные выборы, есть определенный список, где живут все живые обои, как стандартные, так и когда вы их устанавливаете. У обоев есть превью. Ну и, собственно, они сайты. Собственно, нюансы связаны, в основном, с тем, как эти работают, и как с ними взаимодействуют Android и их лаунж. Клинг лаунж Android. Что вообще нужно для создания живых опортов? Очень просто. Нужна такая-то идея. Нужно определиться с тем, как вы будете выводить это. Варианта 2 это либо обучение, либо использовать стандартный Canvas. Поднять будут ли у вас настройки к живым опорам, потому что это совсем не обязательно. Ну или будет ли у вас какой-то интерактив, к примеру, свежение за изменением экрана. Ну или повалута и сенсора. С точки зрения программирования Android это не Activity, это сервис. Здесь сервис, который устанавливается, и его нужно прописывать в отдельный меню. Вот здесь имеем списки приложений. Собственно, всю суть и все возможности взаимодействия со средой предоставляет вот такой вот класс, вот это сервис. Он, собственно, предоставляет всю поверхность для сессования и несколько определенных пунктов, которые обычно обрабатывают с точки зрения работы живыми ОМОЭ. Ну вот, если определение там переводить примерно, то вот на адрес, на девелопер.com, написано, что в первых сервис отвечает за предложение живых ОМОЭ за приложением, которое входит в середине экрана. Примерно так. Как выглядит этот мод? Вот этот сервис такой минимальный, чтобы живые АП начали работать и можно было что-то на них рисовать. Это класс, который заследует ОМОЭ за сервис. И при создании ОМОЭ вы можете получить рецепт исхода и уже через Canvas и по OpenJ рисовать вам картинку, изображение. Все, что позволяет вам сам Canvas. В магнетистике это выглядит таким образом, что протисывается использование птичьей Lightning Payter, протисывается сервис, обязательно нужно permission Bidwell Payter в задаче, чтобы его можно было назначить. И очень важным моментом является путь XML-файпа, который описывает сзади живые ОМОЭ для Android, чтобы он понимал, есть ли у вас настройки, нет других настройок. Соответственно, будет либо показана, либо показана эта опция. И у различных обычных приложений у живых ОМОЭ есть миниатюра, которая показывается различными вашими человеками по-разному, но она достаточно крупных размеров. То есть, когда данная комната, она не подходит, она должна быть крупнее. Далее. Какие существуют тонкости в задании живых ОМОЭ? Тонкости связаны с прорисовкой самих живых ОМОЭ с интерактивностью и с настройками. И я сейчас попробую у них создавать. По поводу прорисовки. Живые ОМОЭ, они всегда показываются на экране, когда пользователи смотрят. Есть несколько моментов связанных с их работой. То есть, пользователь, когда находится в каком-то приложении, в меню, возвращается в home screen, живые ОМОЭ, по сути, заново начинают инициализацию прорисовки. И когда происходят вращения. Так же, они могут быть видим или не видим. Это очень важно проверять с точки зрения закуски. Потому что, когда пользователь уходит в приложение, инициализируется опять где-то в собственность креатив, где, по сути, вы должны подкрутить опять все ресурсы. И если это может занимать около 5 секунд за 10, за то, поскольку у вас вообще тяжеловесные ресурсы. В свое время, ради этого, и я перешел на использование сжатых текстурок в приложении, в общем-то, в своем. Так как это обеспечивает манитацию изображений, и манитация анимации после того, как вы вернулись на home screen. И очень важно проверять, что жены обои находятся в премью режиме, или невидимы ли они вообще. Какие особенности? Когда вы находитесь в премью режиме, вам не доступны экраны домашнего экран-лаунчера, когда вы встаете в премью режиме. Если у вас завязана логика лучевых обоев с изменениями, с освещениями, там, например, параллазом вы какой-то делаете, то вы должны учитывать, что пользователь, когда он занаблюдает обои или переведет экран, он, наверное, не получит этого. И вам либо нужно дач обрабатывать, чтобы в обоих восхищаться, либо, ну, как-то же, цифровать, или оперировать, или обыгрывать эту ситуацию. Проверять невидимы или невидимы, очень важно, чтобы большие обои жрали батареям. Пока кто-то находится на другом экране, можно перезагрузить их приложение. Это просто ничем для осуществления. Также есть, тоже, зависит от устройства, их можно поворачивать. В этом случае вызывается два метода, вот Surface Creator, и Surface с новыми параллами экрана. В этом смысле, когда пользователь пользуется, к примеру, планшетом, и у него есть возможность поворачивать его, и вы поддерживаете эту функцию, то, естественно, будет опять критично скорой загрузки приложения и ресурсов, развествовки оходит. Ну, и как-то отработает, допустим, я немножко отдаляю сцен, чтобы можно было, так же, пользователям планшета, или вот в таком режиме, как-то более рассчитывать пауэрлот. По поводу эффективности, вот как раз пример, что тут есть три экрана, передвигаясь между ними, я передвигаюсь по сцене. Есть специальное событие, он в SetChange, она передает информацию о том, насколько относительно нуля, между нулем и единицей, вы сместились от крайнего левого экрана до экранного права. Передается дальше параметр освещения, и можно обрабатывать сцену, насколько происходит. Причем особенно заключается в том, что откроют это делать таким образом, что сцена, когда вы предмещаетесь между экраном, вы видите промежуточный результат. Но здесь есть подводный камень, если экранов два, то, вряд ли говоря, середина цены никогда не будет, если она уже широкая, рассчитана на большой размер. Также могут быть, с точки зрения интерактива, это прикосновения какие-либо, без экрана, например, вот у меня можно по крану, тыкать, а не выбегая, или пользуясь работой, включаясь между приложениями, как-то они взаимодействуют с объектами, живут собой. Кто-то делает привязку, допустим, гироскопу и другим сенсорам, а кто-то получается какой-то более интересный продукт. Здесь я с точки зрения важных моментов как раз программирования отразил те методы, которые важно учитывать и лучше с ними работать, чтобы как раз аспекты изменения загрузки экрана правильно прорабатывать и учитывать видимость экрана, смещение между экранами в превью режиме, или там какие-то вы получаете сенсора, или датч на свою поверхность. Еще одной тонкостью работы живыми боями это являются настройки, так как это существенная часть, которая включает внимание пользователей, наличие их положительно сказывается на живых обоих как приложениях. В принципе, их не существует. В основном все они делают. Вот они могут выглядеть таким образом, где-то левая, где-то, чтобы вы свои взяли, чтобы показать, что могут делать первые скопы, двойное нажатие, измерять градусы в секунду, можно управлять настройки, понятно, можно настройки не было, включать какие-то персонажи на живых обоях. Эти настройки ваши знания добавляют. потому что есть примеры, но всегда понятно, как это сделать. Вы делаете reference activity, добавляете классовый проект, прописываете его в письме и в сервисе файле, на который я обращал внимание, который прописывается в сервисе, вы указываете источник, что вот у вас есть такой класс как раз отвечает за эти настройки. После чего, как раз Android начинает понимать, что у ваших живых обоих есть настройки и можно вывести классический вариант, это когда в preview кнопках настройки есть разные браузеры, например, Samsung, точнее, 2-3-3 версии, там позволял при долгом нажатии на экран сразу показать настройки и вам интересно. это зависит по общению. Еще одной тонкостью живых обоев является то, что если вы изначально здесь создадите, то по кабинам у вас будет только так легко удалить. В принципе, по моему опыту это очень часто подалкивает пользователь это сделать, потому что пользователи не всегда знают, как вообще устанавливать живые обои, а где дальше как они не знают, как стоит устанавливать фишки. И после того, как мне очень много людей написало, с проблемой, что я скачал ваши обои, очень классные, но я их не смогла установить, я начал заниматься как раз решением этой проблемы, чтобы как сейчас было доступно открыть. Какие преимущества она дает. Пользователю сразу нажимаем сюда и здесь вы можете ему разные как бы прийти. Во-первых, это экран бесплатный, который помогает вам научить делать ваше приложение, можно ставить банк, если это бесплатный живой обои. Во-вторых, вы можете добавить кнопку установить и пользователь может просто нажать открыть, нажать установить и вызывается стандартный уже селектор лампчера для выбора живых обоев и вы можете сделать ссылку на настройки, чтобы можно было посмотреть какие-то ссылки на ваше приложение. Вот так это выглядит у меня, допустим, например, приложение, где вы уже устанавливаете обои, настройки, и перейти подождите вот парни после этого на практике у меня в принципе пропали отчетения, я не знаю как установить живые обои, помогите, вот вам двойка, одна скрежечка, пока вы не сказали как установить живые обои. это стандартная практика, в основном девушки как пишут. Вот. Ну, из-за чего иногда я отвечал, после этого мне 5.95 Итабо. Еще одной вашей особенностью появление кнопки открыть появляется возможность отроем выйти только в списке живых обоев, которые разобраться через настройки дисплей, но и появиться ли не на рабочем столе на экранах, либо в общем списке приложений. Это зачастую тоже облегчает понимание, потому что некогда вязать моменты устанавливать такое, потом, когда доходите делали настроек, людям очень сложно найти где взять другие возможности. Собственно, есть несколько вариантов, чтобы появилась блок открыт. решается только таким образом, так как в монетесте это просится только сервис, добавляется активити, которая собственно позволяет как раз появляется показан вам на скриншоте и появляется на точном столе. У меня по крайней мере есть кнопку удалить, кнопку открыт. Открытие для них установки появляет знак активности обоев на одном из экранов лаунчера или в списке всех приложений. Это решается как раз уже стандартной активностью и в комбинации описания либо либо я обратился в лаунчер либо в этом случае у меня обои не появляются в списке приложений, но появляются на рабочем столе, что позволяет пользователю нажать и вызвать одно в настроек либо появляется на рабочем столе и в списке приложений пользователь может пролистать как обычное приложение 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 на что вообще влияет комплектация Android с точки зрения живого андроид помимо стандартных факторов которые присущи приложения на андроиде есть особенности которые присущи только живому андроиду они связаны с тем что живые вы в принципе вытанавливаются и наличие их определяется ланчер соответственно если у вас какой-то ланчер может не дать какую-то возможность которую вы практически использовали с м 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 для проводов, которые не обрабатывают освещения между крапами. Единственное для проводов – просто прикосновение, чтобы пользователь получил возможность смещаться между сценой, просто не ставя между крапами. Но это уже действие ряда, что он на первом экране, на втором, на третьем, в крайнем я вижу крайнюю часть обгоя. К примеру, если брать Nokia X Launcher, в последнем, там, в принципе, нету живых обгоя. Поэтому нужно иметь в виду, что пользователи могут взаимодействовать скачать, и просто не получите, как продукт поставит вам в открыток. Также очень сильно влияет расположение кнопок в лаунче, могут существовать вверховые зоны, и совершенно разные могут быть навигации до списка выбора живых обгоя. Вот у меня, как раз, пример. Вот, Nokia X Launcher, живых обгоя, в принципе, нету и двигать не может. А если брать последнее, вот, фикатовский Launcher 4.4, который угол нам называется, вот, например, я делал обои, вот, оказалось, что вот, иконки вот так вот, они вот приподняты, и, в принципе, по граммам и черепахе уже не сильно удобно жать, потому что, ну, в принципе, вызываются какие-то приложения, либо меню. Если взять стандартный лаунчер, то, у меня целый генд-монд модовский стоит, то здесь все как-же шикарно, по коробке можно дыкнуть, и с ним поиграться, и по вас убегать. Это нужно обязательно учитывать в создании живых обгоев, так как лаунчеров различных бывает всякое множество, и они вот по-разному вот предлагают различные опции, которые могут вам ваш экран закрывать, и пользователи, ну, не получат какой-то книжки. Ну, и с точки зрения мастандарта, как правило, факторов, лучше использовать OmbJ, если это лучше версии ES2, лучше не использовать Canvas, потому что он медленный, и тут получается эффект как со стандартными приложениями. Хорошо, если будет работать аппарат ускорение Canvas, лаунгройки. Плохо получается, когда у меня, на моем NXXS с маленьким экраном живые обои очень быстро работали, но когда я на более мощные габрики S3 ставил обои, они работали гораздо медленнее, только из-за того, что экран больше, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. плюс OmbJ позволяет вам более, так скажем, дружелюбно масштабировать вашу сцену, и, скажем так, меньше париться, тем на различных размерах экрана, плотности и так далее. В первой версии я использовал Canvas, но там я занимался отношением density, чтобы у меня все было пропорционально и правильно на разных девайсах. Ну, и лучше использовать эти скоты. С точки зрения фрагментации, здесь, опять же, есть большая проблема, связанная с тем, что не каждый, скажем так, чип поддерживает нужный формат TXS, но есть формат NTC1, NTC2, которые, в принципе, поддерживаются с Android 4.0, они даже, да, 4.0, со всеми устройствами. Единственным минусом его является поличие дополнительной текстуры для экрана. Можно делать сжатые текстуры, конкретно под правый VR-чип или там, какие-то другие, но вот я нашел такую фананцею, и, в принципе, мне это помогает. На чем он рассказывается, опять же, на критичном времени загрузки приложений. Когда в обычной игре вы можете позволить пользователю по ходу прогрессии загрузки приложения подождать, когда вы подгрузите все ресурсы, они будут сочинены. Вот, по крайней мере, при использовании сжатого формата текстуры, текст, допустим, загрузка и начало работы сцены, ну, не как-то, вот, мгновенно называть нельзя. То есть, это достаточно быстро, и, в принципе, является хорошей практикой при создании же групповой. С точки зрения продвижения, я не буду универсообразным тем, который уже много изложен, по поводу организации, и сами приложения, это все есть для, как для всех приложений. Что мы использовали для вступки, так как, в принципе, не тратим деньги на фотографии, я не тратил деньги на продвижение, но некоторые инструменты мне позволили иметь определенный готов. Ну, естественно, это веральный механизм, типа рассказать друзьям, там, какую-то соцсети и тому подобное. У меня есть сообщества обязательные, которые я через живые обои позволяю пользователям подписываться на них и искать какие-то новые. Я не планирую свои живые обои, другие живые обои. Все это помогает, и у меня, в принципе, неожиданно появляется какой-то всяк фанатов, и использователи, которые, в принципе, себя ставят живые обои, они регулярно меняют, и постепенно они начали подписываться, и регулярно следят, и как только уходит новая работа, они постоянно их устанавливают, тем самым оказывают поддержку в первое время выхода. Для фанатов мы создали специальное приложение, где через куши рассказывали о том, что вышли обновления какие-то новые живые обои. Плюс страницы соцсетях. Но страницы соцсетях еще помогают нам еще одну очень важную функцию. Я впервые столкнулся, когда начали загружать живые обои, с тем, что у нас колоссально будем инградства, они ломают все, и когда, допустим, в Google набираешь живые обои поселительного океана, к примеру, находится куча сначала всяких разных паре сайтов, где можно скачать АПК-файл. Но подальше страниц по каждому приложению позволяет, по крайней мере, первой вытащей на странице видеть страницы социальных сетях наших живых обоих, которые могут пользоваться все-таки направлены в правильный русский. Пока какие-то средства не тратят, чтобы защищать их прямо сильно, а так же, по крайней мере, это иносило коммерческий характер. Есть еще один механизм продвижения, и часто прибегает создатель живых обоев, это добавление виджетов в пакет живых обоев. Это позволяет вам одновременно выкинуть более живых обоев, но и в более высоком уровне это функционализация. И получается, те, кто смотрит виджеты в виде живых обоев, скачает какие-то 65 в парамошку. По крайней мере, с нашим бюджетом обоев мы как раз используем этот топ новых живых обоев для продвижения. Собственно, что нам помогло в развитии, есть такой сайт, Androidpolis, он сделал на нас бесплатный обзор через несколько наших приложений о наших пластилинных отбой живых обоев, которые сделаны с пластилином или заголовками в 20-50-х, после чего, собственно, с нуля у нас продажи, как минимум, увеличились до 300 покупок в день это уплаты приложений и там у нас есть там живой обоев джунглей с моментальных, там было буквально за неделю при 40 тысяч загрузок получили бесплатных приложений это с никаким по сути заказчиком. продаж но они не делают либо за деньги я публиковал в сообщество информацию как-то в сайте заметил после чего я стал публиковать есть такой бесплатный обзор новых приложений так называемых где можно на e-mail скинуть если она свежая они с удовольствием его публикуют там это бесплатный инструмент в течение трафика приложениях используя еще вот такой сайт достаточно посещаемый чтобы распрутиться был опыт сайта и других вверх это японский сайт который используют и в своих приложениях Как-то раз они написали, как вы хотите возместить ваши оплёи, мы были там в топе и неплохо получилось раскрутиться. Это как пример модели каких-то тематических региональных ресурсов, где у нас получалось с живыми обоями хорошо продвигаться. С точки зрения наших успехов в продвижении, где здесь денег было за счет только форматов и трафика, то в последнем мы занимали в топе новых третье место. Я в принципе, почему я застил внимание, что живые бои могут подтянуть какое-то другое приложение, потому что на самом деле, чтобы войти в этот рак, достаточно нам порядка за неделю получить 30 покупок, если это речь идет оплата, ну какие-то узоры. В США у нас был такой рекорд, мы заняли шестое место в топе новых игроков. Подаром, аппетит. То есть, ну, это как вот, топ-моб, это как запалительный экспресс от продвижения. Касаемо вообще на что обращать внимание к пользователям, так как, ну, собственно, это важно. Самое главное, если в деталях проблема живых опори, все вам будут писать, что опори сзади в батареи или тормозя. Люди не вникают совершенно, что у них могут быть, может быть запущено множество сервисов, множество какого-то софта, который также ждет батарею. Но они видят жирные опори, не знаю, что у них поставили. На кредит оконах приложения, кажется, смысленно, потому что они могут не понимать, что это работает. Это стандартная практика, регулярно получают какие-то такие подобные отзывы. Ну, по крайней мере, бывает, это, кстати, по причине плохого года и неоттимизации, когда, допустим, вы не учитываете, что у вас не видно, я не работаю, свой суп, а ты суп, крабы, видите, вот, здорово, садят батарею. Садят батарею. На наличие, как я уже говорил ранее, на наличие настроек, опции очень сильно смотрят пользователи. Был такой опыт, первый отбой, я делал с минимальным числом настроек, и независимо от того, платный или бесплатный отбой, я реально получал плохие оценки с надписи, что вот почему так мало настроек, почему так мало опций. Я скажу, пользователи привыкли реально во всем отбой, в таких классных фичах, как привязка чего-либо к реальному времени. Ну, допустим, там, садится солнышко, даже на наличие посмотреть, у них там солнышко, там закат, вечер и так далее. Такие фишки очень любят пользователи. Привязок даже на побуде, это прям тоже такой супер-хит, который позволяет, во-первых, вам хорошо продажироваться, по-моему, говоря, побуде, с популярностью запусков побудут в вашем приложении. Тэк это очень любят пользователи. Фишка реагирует на свечение экрана и повороту устройств, тоже очень популярная фишка, приложение с этими фишками, в регуляторах светится в корпах и с хорошими продажами. Ну и, собственно, про коричневые устройства я уже сказал. Качество работы живых обоев, да, это скорость при возвращении на фон-скривный поворот экрана. Каждый всегда будет получать обзоры о том, что если у вас есть флаг какой-то, у меня это была беда до последних поворот, пока я не видел сжатые текстуры, теперь на самом какой-то проблемы нет, ну, не все, но я просто еще обновлю на новый бюджок. Как можно зарабатывать на фон-скривный поворот? Я показывал ради, как раз, наличие кнопки «Открыть» позволяет вам вызвать вашу какую-то форму, на которой, если речь идет о бесплатном, я не буду покупать, разрешать баннеры. Раньше вообще это была такая не очень популярная практика, сейчас я просто открывался, все новые, и появляется бесплатно. У всех поголовных никак не нет, у всех поголовных нет, у всех поголовных по баннеру, когда вам десяток баннеров покажется, когда вы еще закроете этот десяток, еще покажется и так далее, люди зарабатывали. На этом я вас, к своему сожалению, не стал сразу делать, когда вот показать, значит, с приходом тратить, а вот вы видели, вот таким образом зарабатывали. Это баннеры, также достаточно денег можно использовать в стройном приложении. То есть, когда вы живым обоем, добавляете какую-то пичу, его можно купить, сами совершали бесплатно, а пичу пользователь купил за деньги. Касаемо платной версии, ну, заработок идет с самими столбиками обоих и тратится в покупке расширения. Встраивает рекламу в платные приложения, но это как-то по примерам, ну, лично я в своем итоге заработал больше 7000 долларов, и у меня это больше 500 тысяч долларов за куклы, но это как баннеры куклы. Если, вот, брать, к примеру, популярные акции, вот, ну и лайн-пэпер заработали больше 500 тысяч долларов за запросы без вычета от куклы. Если брать только вот, то они заработали 200 тысяч долларов. Есть достаточно простое исполнение с точки зрения обречения, там, художника, которое может, там, сделать любой программист. Есть, вот, например, ну, вот, ЖВП, сейчас покажу на картинке, они более 10000 долларов заработают. То есть это может быть такое неплохое подспорье, когда можно, допустим, зная хорошо программирование, как черный график, то есть вы любите делать такие вот заставочки красивые, как раньше были, графика, там, математическая модель заложена, с этим можно зарабатывать. Вот, например, да, допустим, ну, здесь очень, так, неплохо с точки зрения графики, здесь достаточно все древиально, а здесь, ну, это вот просто кубики, которые от богородов меняются день, там, от педика они проселяют и так далее. Это вот такая популярная тема, которая, в принципе, неплохо зарабатывает на рынке живых опы. То есть, в принципе, это достаточно неплохо. И я хотел заметить, что вот у этих компаний всех, это не, это только одна из, так, десятка работ живых опы, то есть, ну, можно так прикинуть, что, на самом деле, это, ну, достаточно неплохой рынок, и здесь можно заработать деньги, если этому уделять не свое свободное, а при работе за свое, то есть, ну, как бы, более глубоко удастся за привлечение от этого трафика и получение такого порта. То есть, ну, это ничем не уступает каким-то другим предложениям. Ну, на этом мой проклад закончен. Спасибо вам за внимание. Если есть вопросы, то не забейте. А с Пальковой на рынке находитесь? С Пальковой. На других платформах уже нет, да? Ну, на iOS нет. То есть, я, когда выходил на седьмая версия, когда увидел динамические геатуры, я подумал, ну, наконец-то. Вот, но, к сожалению, по-моему, они их не продают, потому что это с командатами будет. Windows Phone тоже не будет. Такое, по-моему, только суча. Ну, как бы, это реально то, что помочь, это будет очень логично при продолжениях этого предложения, потому что пользователи всегда видят этот экран, и могут через него получать информацию еще гораздо более богаче, чем вы можете сделать этого виджета. То есть, я делал свои виджеты. Я тоже вам пластилировал тему. Распортнулся с тем, что там достаточно эффективный механизм для какой-то анимации, возможность играть. А здесь вам, здесь задний экран, пожалуйста, используйте его там, связь с какими-то сервисами. Спокойные сервисы подключаются, да и бог, подключающие кто-то другим сервисам показываете какой-то сервис на экране. И всегда дополнительный путь вжированный каталакий жидко-побой, который гораздо проще пробиться, чем просто по душе. Альтеза, можно еще один вопрос? А где-нибудь есть статистика по ланчерам? Я уверен, где можно найти, но я могу сказать со своим работам, что левиная доля – это тачница под Самсунг, в основном идет вот это по программам сейчас, ланчер, то есть, ну, у меня, скажем, выглядит топ-10 тех упражнений для ланчеров, как сказать, что это Самсунг, различные версии планшета, смартфонов и так далее, и такая большая кукла «Азов», она такая, больше, ну, 70%, непонятно, какие ланчеры, на самом деле, используются. Ну, я надеюсь, что они какие-то стандарты, вроде как с ланчерами, у меня только вот в конкурс случился, когда я не смог обрабатывать движение между экранами, уточнить, но... Ну, а пошел воздух, скажем, я не знаю. Ну, тогда последний вопрос. А где можно рассказать поподробнее про API, вот живых игрок, то как, что, зачем, к чему можно получить доступ, к чему нельзя, и... Вот, нужно посмотреть вот именно Wallpaper-сервис, на который я приводил в слайдах, ссылку. Есть кодка Андрея Ванатарова, называется, в данном по ланчерке, как подробно приводит кодка, где я уже в какой-то кодке, можно этому получиться. Либо напишите мне на e-mail, я вам просто скину информацию. А, Сергей Собайский, Михаил Авком... Сергей, вот вы видите, там, датестированные двух наборок, уже есть какое-то использование, просто в Samsung и будет что-то приходит? Ну, на самом деле, датестирование, у меня очень был интересный подход, как и, кстати говоря, варианты напряжения, я ездил по всем Кархатч-Лябинска, где стояли смартфоны, я запускал там свое бесплатное приложение, когда она выходила... Да, это значит... Да, то есть это, как бы, я не знаю, было где, я про это не читал, я реально бесплатную версию, у меня активные места, там, в горках, там, еще какие-то... Показываются люди, эти салоны с опытной связи сзади, вы можете спокойно, у меня на ноутбуке было шарик, на этом, на айпаде было шарик Wi-Fi, я подключался к интернету, ставил свежую опорь, ставил звездочки, ставил отзывы, заодно смотрел, как это работает, так я видел, что у меня там проблемы были с сессуровой в последней версии, это реальный инструмент, вы можете получить, как минимум, 40 загрузок, 40 отзывов, просто поездить под Кархатч-Лябинска, это вот такой у меня есть рецептчик. Плюс у меня есть порядка семи девайсов, это от учебок каких-то, это мой там, жены, брата, там, еще у меня есть знакомый разработчик в Челябинске, где мы просто так обмениваемся и инфекцию на разные устройства, но в основном хватает просто 60 процепирований в самсунгах, в РК, может очень хотеть, это перенаправительный блок. Процесс подсоточения баннер, то есть, по-новому деньги, я баннеры, вот, признаюсь, только в начале мая ставил, и вот, если так, то вот, ну, процентов, пять, да, то есть, допустим, платных приложений, но, скажем так, это еще, ну, не показатель, я думаю, можно и больше, конечно, зарабатывать, просто гуляющая статистика за полный месяц даже не накопилась, но где-то порядка, иди процентов. Я сейчас начал эксперимент, я снабдил несколько живых оброев, полностью функциональностью платных, добавил, выбрать баннер, и у меня вот, настройки все отключены, я заставляю пользователей зайти, включать настройки, пока они включают, на них идет баннер, и вот сейчас анализируем, насколько это, ну, более выгодно, чем, допустим, продавать, бесплатную версию. Ну, пока сложно сказать, так как полностью эту статистику не накопилась. Но, перерост загрузок, я получил порядка сорока процентов после добавления всех функций платных, и есть процентов пять пользователей, если у вас есть платная и бесплатная версия, они обязательно напишут бесплатные, только плохо, что у вас есть платная версия, и нету функций платной версии, вам-то это одна задача. Исправьте, я вам оставлю нет. Шантаж, это традиционная тема. А можно еще? Цены, сколько выпусловно, средние? А, с ценой, у меня сейчас с кармой продаются по доллару 43, а, за доллар 30, для России, у меня жуткая цена, с практически другая, себя установлено, это ниже, сейчас, не менее, патриотизм. Ну, вы только для России варьируете, да, цены, для каких-то других государств? Собственно, я гарантирую, доллар 33... И автоматом, в котором выставляется цена, вы ту используете, да? Вот автоматом, в котором выставляется цена, из, скорее, с доллара, автоматизм, для России, уже жарится, какая-то другая. вы получаете. Спасибо. 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 Спасибо.